Живые камни, как Писание говорит, что мы есть жилище Божье, которое Бог устрояет, так складывает, чтобы оно выросло в стройное здание, духовное здание, чтобы мы достигли совершенства в Иисусе Христе. И это процесс. И сегодня было очень много сказано комплиментов от Господа, ободрения, слава Богу. Бог живой, и Он как раз-то использует всех нас, ободряя, вдохновляя, иногда обличая через кого-то, когда ты являешься тем, через которого Бог это делает, иногда через другого человека тебя Бог обличает. Вот это и есть именно то, что нам позволяет чувствовать, что Бог среди нас. Он нас устрояет в жилище, чтобы обитать в нас и действовать через нас. Амин. И я, как обычно, ну, это моя, как бы, сфера, я, ну, в основном проповедую о жизни Духа. Я думаю, что, конечно же, для некоторых это очень твердая пища, я стараюсь ее, ну, не знаю, как бы, электорат, которому я проповедую, на каком духовном уровне кто находится. Поэтому я иногда начинаю, как бы, с самого начала говорить какие-то, может быть, обыденные вещи, для кого-то уже давно понятно, который прошел их. И мне в моей церкви тоже, многие служители даже говорили, пастор, почему опять начинаете? Вот это, мы уже сто раз это слышали, 25 лет вы проповедуете. Я когда увижу новых людей в церкви, то моя цель, чтобы они меня правильно понимали, о чем я буду говорить. Поэтому, когда особенно такая вот пища твердая, которая для зрелых христиан, в большей степени, она предназначена, она была и доступна, и полезна для тех, которые первые шаги веры делают. Это немаловажно, учитывать действительно потребности, духовные потребности всех тех, которые вот находятся в Доме Божьем. Амин. Поэтому слава Господу, то, что Он все это совершает в нас и через нас, давая нам все необходимое для нашей телесной жизни, то есть естественной нашей жизни, нашей эмоциональной жизни, чтобы мы имели вот эти хорошие впечатления, да, вот одобрения. Это для нашей души все. И есть пища для Духа. И очень важно, чтобы это все было присутствовало в церкви. Но в приоритете всегда должна быть духовная пища. И мы понимали, кто мы, по сути дела, кем мы стали. Просто верующими. Ну, как вот это сегодня действительно, многие люди называют себя верующими. Но их вера, она спасает их. Это спасительная вера. То есть те люди, которые признаны, что Бог существует. И какие-то они свидетельства Его в присутствии даже, проявления в их жизни, они имеют. Помолились даже, или что-то случилось такое, ну, чрезвычайно, и они получили какую-то вот неожиданную помощь сверхъестественным образом. Они говорят, да, действительно, Бог есть. И я верю в такого Бога. Но это все-таки вера неспасительная. Это свидетельство о том, что Бог есть. И Бог любит всех людей. Но те, которые истинно веровали, что с ними происходит? Они получают внутрь себя новую природу. Об этом Библия говорит. Их дух возрождается. Твой и мой дух. Он возрождается. Но люди, которые имеют общее такое понимание о вере, они в большей степени говорят о душе. О душе. И мы тоже говорим, ну, говорят, больше степени иногда о душе, там моя душа. Но это субстанция нашей, как бы личности, это второстепенно. А главное – дух. Ну, и поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что относится к духу, что относится к душе. И каким образом это должно взаимодействовать. Это очень важно. Потому что, если мы просто это интеллектуально получаем знания о Боге, о самим себе, о Божьих истинах, то это все-таки на стороне ветхой природы, как Библия говорит. А дух – это нечто, то, что самое главное и вечное. Понимаете? И вот все люди рождаются, приходят в этот мир, мы все пришли, как Библия говорит, с мертвым духом. То есть, эта часть нашей сущности должна быть соединена с Богом. Бог есть дух. И поклоняться Ему, написано, нужно чем? В духе. То есть, духом. Этой частью сущности человеческой. Бог есть дух. Писание говорит, что соединяющийся с Господом есть один дух. Бог – дух. Вот эта духовная часть в человеке, она не имеет этой способности общаться с Богом на этой, так скажем, территории, я обозначаю. И поэтому, когда мы уверены в Високе Христа, Дух Святой вдохнул нас в дыхание жизни, как первого Адама, когда Бог создал человека, написано, из праха, земного, и стала душа, когда Бог вдохнул в него дыхание жизни, и стала душа живою. Что значит? Ну, физически живой, у некоторых сейчас физически стал живой человек. Ну, я думаю, да, отчасти. Это стало функционировать, действительно, живой стал. Но самое главное, что он стал существом вечным. Было начало его сотворения, и потом вечность. вечно Бог создал нас жить. Но проблема заключается в том, что, когда Адам согрешил, то человек, во-первых, утратил общение с Богом в духе, вот этой частью, с Богом. Он не понимает, что до этого времени. И эта фатальность пришла к тому, что человек стал смертен. Не просто, только физически, но и духовно. Что это значит? Когда физическая жизнь, первое, то, что происходит, первая часть смерти, это физическая смерть. Все мы смертны. Да? А кто-то сказал, что даже внезапно смерт. Живешь, вот живешь, там бац, только раз, и понедельник. И новая смена. Но, тем не менее, Иисус говорит, что не бойтесь этой первой смерти, бойтесь второй. А какая вторая? Это вечное отлучение от Бога. Человек идет в то место, где Бога нет. Бог вездесущий. Но есть место, где его нет. Где нет его проявления любви, заботы, обеспечения, защиты. Хотя здесь на земле мы можем где-то частично люди чувствуют, что как бы где-то теряют мир с Богом, защиту, уверенность в Боге. Но Бог всегда, Он везде, Он вездесущий. Но по отношению к человеку, Бог, Он заботится о Нем. И что происходит, когда мы уверены в Иисуса Христа, то Дух Божий, Дух Святой, которого мир этого не видит, Иисус об этом сказал, Он вдыхает нас в жизнь. Он назван Дух Жизни. И где-то мы эмоционально даже это чувствуем, момент такой, что когда это с нами происходит, наш Дух возрождается, мы в такой, знаете, фонтан каких-то вот таких эмоций даже душевных переживаем. Знаете, мы все по-разному, наверное, это переживаем. У меня это был фонтан. Понимаете, я бегал по улице, кричал, Иисус, я люблю тебя. И некоторые считали, что мы шли, мою жену вообще назвали, что она вообще сегодня с катушек съехала. Мне сестра ее звонит, не звонит, а это, я ее встретил, сестру ее младшую. Она говорит, Санька, ты знаешь, беда, говорит, случилась. Наташка, говорит, с ума сошла. Она спросила, ты что, В смысле? Ну, я прямой смысле думаю. Там где-то, в шестой палате, она, везде, говорит, Иисус, Иисус, про Иисуса этого, везде всем, говорит, бегает всем, рассказывает. А у меня слезы потекли, потому что, действительно, свято, что Бог, она уверена в Иисуса Христа. И тот-то истинно уверен в Него, в Нем произошла эта метаморфоза, внутри Дух возродился, и Дух ликует, и душа трепещет, и душа хочет выразить это каким-то образом, понимаете, даже не зная слов Божьих, иногда человек говорит просто Иисус, 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 Иисус. Она все время говорила, покайтесь, и до сих пор покайтесь. Примите молитву покаяния, не примите Иисуса Христа в сердце, потому что человек не может остаться равнодушным. В Нем все равно это проявится. Это начало жизни, это святое того, что в нас зародилась новая жизнь. Это семя, как Библия говорит, которое попало в наше чрево Духа, оно произвело жизнь. И вот эта часть нашей сущности должна развиваться, должна кушать, питаться. Чем? Словом, Божьим. Амин. И наш дух внутри нас, он связан с Богом. Но наша душа не всегда это распознает. Но чем ты зрелее становишься, ты больше начинаешь чувствовать эту связь. Более конкретно. Чувственно иногда, душа это чувствует. Вот сегодня мы прославляли Бога, кто это прям почувствовал. Это вот сегодня делились эмоциям, которые трезясь и пережили. Чувственно. Душа пережила. И дух где-то вот эту связь имел. Но опять же здесь как от восприятия каждого христианина это зависит. Я вот эмоциональный человек. И иногда эмоционально тоже это переживаю. Но у меня и интеллект тоже как бы на месте. Слава Богу. Хотя я и мистик я. Но я чувствую, когда я переполняюсь Духом Святым, Дух Святой приходит, Дух Жизни, но он приходит как Дух премудрости и откровения. Как Дух Истины. И твой разум становится настолько цепкий такой, ясный. Понимаете? Какой-то момент просветления приходит, ты расчет начинаешь понимать глубоко. Тебя куда-то эти мысли ведет и ты понимаешь, что это какие-то глубины ведет. Божия Истина это да и так. Но мой разум может быть еще в процессе не успевает осознать, но ты начинаешь исследовать, углубляться путем молитвы, размышления, исследовать Слово Божие и ты начинаешь утверждаться в истине, что это так на самом деле есть. Амин. И в каких-то случаях ты руководствоваться тем, что доверяешь просто Богу. Так Бог сказал, ты в этом веришь. Ты не можешь это проверить. Но ты убежден, что это так. Почему? Потому что ты знаешь лично Бога, что Он тебя никогда не обманет. Это тонкое чувство Духа твоего. Поэтому сказано, что мы живем верою. Но вера производит и что? И просвещение. Просвещает наш разум. И когда твоя же вера становится убеждением, когда ты убежден в чем-то на основании своей личного опыта и проявления силы Божьей, ты уже утвержден в чем-то. Когда твое мировоззрение формируется, переформатируется, ты раньше думал об этом так, а теперь, оказывается, Бог повернул. А оно, оказывается, вот так на самом деле есть. Ты получаешь от Бога слово знания, слово мудрости. Амин. И это, что идет посредственно, когда наш дух открыт для Духа Святого. И через дух наш, как свет, откровение Эврика, вспышка, проникает, уже касается души, через чрево сердца. Чрево еще. Сердце – это чрево. Я уже как бы начинаю такую терминологию использовать, глубокую такую, но надеюсь, вы поймете меня. Мне бы лишь бы вас не потерять в процессе вот этого всего. Наш разум начинает, ум наш начинает что? Понимать. Писание говорит, слово Божье, как меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и чего, тела? Духа. и судит помышления, намерения сердечные. Как это понять? Слово Божье – откровение. Как свет, оно приходит тебе и оно разделяет, что относится к душе, что относится к духу, что является духовным, что является душевным. И чем ты больше открыт для Духа Святого, тем яснее это все начинает в твоей жизни происходить. Амин. Вы что-то для себя получаете? Подтверждение то, что с вами это происходит внутри. В большей степени, в большей и меньшей степени кто-то глубже, кто-то, так скажем, только первые шаги в этом делает. Но это происходит. И очень важно, чтобы мы, вот эта гармония, называемая тендем, между душой и духом, он был в правильном приоритете. Дух – душа. душа добудет покорна духу. Как в отношениях между мужем и женой. Я в этом нашел и на сказании, когда апостол Павел учит, он как бы повторяет из Ветхого Завета в отношениях между мужем и женой, как, ну, чтобы для правильного семейной жизни, благословенной. Но там есть и на сказания, когда Дух Святой открывает именно те принципы, которые он, они духовные являются. И он говорит, мне Дух Святой открывает то, что так, нечто подобное происходит внутри нас, в нашем внутреннем мире. Тело – это наш дом, в котором мы живем. Он с нашим всем необходимым. Питанием, канализацией, со всеми теми рецепторами, которые надают нам удовольствие, даже мы чувствуем боль и тому подобное. Все это настолько сложное. Но к чем она соединена? С душою. Невидимыми какими-то связями. Нейтронными там, химическими процессами, ДНК там, все это как бы говорят ученые, медики, да, они на этом уровне рассматривают эту взаимосвязь. И душа заботится о теле. Как жена должна заботиться о доме, внутреннем устроении. И душа, она больше в контакте с телом. Амин. И поэтому Библия тоже говорит нам именно в этом отношении, правильно как поступать. Чтобы все было на своем месте. Правильная забота была обо всем. Но дух к телу нисколько не имеет нисколько не имеет отношения. нисколько не имеет отношения. Понимаете? Но душа. И как жена иногда, она может попросить, для дома нужно что-то купить. Сегодня сестра свидетельствовала об исцелении. Получила его. И может вот это, что внутри у нее произошло, она получила исцеление. Вера в духе. Вера в духе. Но душа наша всегда, она имеет такую веру, знаете, рациональную. Что значит рациональную? Ей нужно увидеть, пощупать, потрогать. И поэтому, когда, а с телом она ведь связана? Связана. И когда Бог говорит, ты исцелена. Дух говорит, исцелена. А душа говорит, да, тело ей говорит, в душе. Ой, пыльнула. Ты еще не исцелена. Да ты не исцелена. Вы понимаете, как происходит все это? У нас есть вера в духе. Но неверие чаще гнездится где? Не чаще, а она вообще гнездится там. В душе. В чувствах. В разуме, сомнении, чувства. И когда в отношении тела, когда тело говорит, я больной, я болею. Она говорит, в душе. У ней голос есть у тела. И что? Душа как воспринимает? В большей степени чувствами. Ой, опять попала. Опять заболела. Все, умру. Мозги пошли. Мои мысли, мои скакуны. Полетели. Все. И что происходит? И знаете, вот эта болезнь, она как бы, что, закрепляется к душу. Понимаете, да? Как дерево, которое растет, знаете, вот корнями укрепляется в душу, чтобы достигнуть духа, чтобы у тебя стал унылый дух. Запоминайте эти уроки. Очень важные. Что нужно сказать? Противостать. Как? Дух должен сказать. Как Слово Божье говорит. Научить душу, чтобы она Слово Божье приняла. Поэтому мы рекомендуем всегда пастора. Запоминайте Слово Божье. Выписывайте, то есть выпишите и заучите. Ни одно орудие сделано против тебя. Против меня. Не будет успешно. И всякий язык, состязающий со мной на суде, я обвиню, потому что это и есть наследие мое от Господа моего. Аминь. Но она должна у тебя в духе быть там. В той библиотеке. Там, внутри, в духе. Чтобы не просто вот эта Библия была, вот так ты ее только читаешь. И только она здесь у тебя, как говорится, здесь вот. А ну, чтобы упала в твою библиотеку туда, внутрь. Дух. Который формирует твою же веру. Силу. И проблема заключается в нашей душе. В первую очередь, нужно не дьяволу пошел вон отсюда. Конечно, нужно ему говорить, понятно. Но это не спасает. В первую очередь, нужно душу свою убедить. Потому что дух, он действует через душу. Что-то интересно. Ему нужно пройти все равно через душу. Потому что душа все-таки дом и хозяйка. Она устами руководит. она ушами и ногами, и руками, и всем остальным. Вот, если бы вы записывали это, ну, будет повтор, вы для себя отметьте эти все моменты и возьмите для себя эти принципы. Это круто. И начните практиковать. Ну, вернусь к семейной жизни. Муж и жена. Это на духовном уровне. Душа – это жена. А муж? Дух. Теперь прочитайте все то, что вы просто удивитесь. Почему именно так вот Бог писал, что жена будет послушна мужу, а муж кому? Христу глава. Написано, написано, что Павел говорит, запрещаю жене говорить в церкви, учить в церкви. Ага. Запрещаю твоим мозгам учить. Дух должен учить. Понимаете вы меня до этого момента? Но без жены ты ничего не сделаешь. Вот моя жена прекрасная. Она и хозяйка, она и... Но вот иногда у нас возникает, как говорится, разногласие в чем-либо. Я без нее ничего не могу сделать. Я пастор церкви. У нас церковь, ну, как сказать, по стандартам где-то сто с лишним человек. Я 25 лет пастор. Где-то она полезна мне, где-то в чем-то приостановлена. Но я к чему это говорю? Не просто как бы... Они всегда... Они могут быть и они закономерны. Мы не можем быть несогласны в чем-либо. Но мне иногда нужно ее уговорить. Иногда просто где-то проигнать, чтобы она увидела. Иногда она правильно меня останавливает где-то. Но я к чему это говорю? Без ее согласия ничего не могу сделать. Даже туда они могут без нее согласия приехать. Как пойдут двое в путь, если не согласятся, не договорятся прежде? Пошли в путь и идем и спорим. И так до конца не дойдешь и забудешь, куда ты идешь. Потому что один говорит, туда пойдем, другой туда пойдем. Так и бывает, когда душа с духом так вот. Нету порядка этого. Понимаете? Душа хочу, я вот это хочу. Я хочу спать, а дух говорит, я хочу молиться. Душа говорит, а я вот хочу, чтобы ты мне шубу купил. А дух говорит, да нет, понимаете, да? Семейные, все вот эти разногласия внутри нас. Дух и плоть, они друг другу противятся, Писание говорит. Так что вы делать не то, что хотели бы. Кто сильнее, тот и побеждает. Кто верх возьмет, тот и победит. Поэтому если будете кормить плоть душу свою больше, чем дух, кто будет побеждать? Душа. Понимаете? А наша душа эгоистична. Вообще-то ее невозможно изменить. Понимаете? Ее невозможно изменить. Ее можно только дисциплинировать и взять под отчетность, так скажем, духа. Вот в этом заключается именно суть в Новом Завете, что мы имеем теперь, мы новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Но ветхая природа у нас остается. Тело же то же самое остается. В том же доме мы живем, как говорится, но мы должны жить дружной семьей. Чтобы муж и жена были в единстве. И вот этот процесс внутри, он все равно будет всегда происходить. Иногда он болезненно происходит. Не потерял вас? Может быть, сейчас вы уже в семью свою ушли, там с мужьями своими. А, да, действительно. Я не обо всем их сейчас говорю. И о том внутреннем, так скажем, конфликте, который у каждого верующего происходит. происходит. Если он не происходит у вас, то это может быть, или вы уже настолько совершенны, как говорится, стали и достигли Христа, что, как говорится, святые, и уже икону с вас можно писать. Или другая основа, или вы мертвые. Знаете, это, как говорится. Но об этом Библия говорит. Я несколько месяцев укажу это описание. Но, тем не менее, хочу именно объяснить то, чтобы мы поняли вот эти вот очень важные моменты взаимоотношений между душой и духом, приоритеты. Дух должен всегда что? Главенствовать. Наш дух подчинен Богу. Но наша душа может покрыть как бы дух наш и не дать ему высвободиться. И наш дух начинает томиться. Томление духа порой происходит. У вас бывает такое? Потому что недостаточно пищи для духа. Свободы. Вот душа кричит «Свободу мне! Свободу мне! Узрабство надоели под мужем быть!» душа мятежная. А есть такое учение, говорит, ты по благодати, все нормально. Муж такой молчу-молчу-молчу-молчу. Молчу-молчу-молчу-молчу. Душа господствует. Муж с женой собирает, как муж ей рассказывает, у меня, у нас с женой все нормально, я в доме хозяин, я в доме хозяин. Жена появилась, я домохозяин, немножко юмора внести. Поэтому очень важно, чтобы твой дух и мой дух, они были здоровыми. И Бог заинтересован в этом. Вот наше физическое здоровье, наш успех, наше земное счастье, во всем этом, оно для нас очень важно. И Бог это учит, и да, но для Бога это не очень важно. Понимаете, да? Я не зря за это место довел. Это не значит, что Бог, ну как бы, совсем равнодушен, но для него важнее. Поэтому Иисус говорит, что толку, если вы весь мир приобретете, а тем самым повредите своей душе. Можно душе своей повредить. Можно все приобрести. Можно быть достаточно успешным вот в этом во всем, земном, то, что Бог нам дал для пользования, и в этом видеть славу Божию, и наслаждаться этим, и да, и аминь, и славу Богу. Но апостол Павел говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Иисуса Христа, то мы самые несчастные из людей. Что на эти хочешь подчеркнуть? То, что мы можем действительно получить все здесь, вот то, что хорошее есть, но это нас может удержать в этом во всем, и не дать развиться духовно, а может даже и вести пагубу. Потому что, если наш дух, он нездоров, я так говорю, что недостаточно, он, так скажем, имеет эту иммунную систему, иммунитет, духовный иммунитет, можно впасть в духовную какую-то ересь. то, что сегодня тоже происходит с некоторыми такими, знаете, христианами, я вот когда смотрю на них, они хорошо выглядят, они учат вот этим всем земным учениям, как бы, они на месте должны быть, я говорю, что, опять же, это нормально, но я вижу, они этим начинают мерить свою духовность, что они такие, говорят, Бог так сильно любит, значит, они вот такие вот в Царстве Божьем, а по сути делило. Это мало того, что они сами туда идут широким путем, они и других туда ведут. Поэтому Писание говорит, что в последнее время будут люди искать себе, то есть верующие будут искать себе учителей, которые бы слух устили, то есть в душе. И спекулировать на этом дьявол, ему это, как говорится, одна из хитрых методов дьявола обольщения. Поэтому мы должны быть что? Духовно здоровыми. И Бог желает, чтобы мы во всем имели что? преуспевание. Итак, я, это только это вступительное слово. Сегодня вот нет перевода, я так быстро иду, мне нравится. А когда я остановлюсь, я иногда теряюсь, я иначе на другой дорогу идти, кто хотел. Начали это, я хотел идти, а потом иду на другой дорогу в проповеди, потом думаю, что я по этой дороге пошел? Забыл. Ну, мой возраст уже, мне 67. И моя душа, она уже, как говорится, вот так вот, немножко имеет такую вот уже ветхость. Хорошо. Итак, третье послание апостола Иоанна. Мы прочтем два, три стиха. старец, старец, возлюбленную Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Итак, я знаю, вот это вот, второй стих, это где-то, наверное, в 2000-х годах, из него такое, знаете, вот это было началом такой доктрины, когда в харизматическом движении, я которым тоже как бы участвовал, я признаю, что харизматическое движение, от Духа Святого, да, Бог нам что-то новое, свежее открыл своих, вот сегодня или поднял, так скажем, те ценности, которые были церковью как бы замазаны, достоинства верующего, тоже самопознание, саморазвитие, но крайность в том, что, знаете, когда начали акцент на этом ставить, вот в этом, знаете, вот еще, ну, большому сожалению, синодальный перевод, это синодальный перевод, даже говорят, что он сильно порой дальний, от, ну, как бы оригинала некоторые высказывания, вот, и здесь, смотрите, как преуспевает душа твоя, но, вообще-то, я прочитал несколько других переводов, я их прочту, так, где моя, так, мой телефон, я прочту, как вообще-то, думаю, буквально, ближе текст к истине, мой возлюбленный друг, я молю, чтобы ты преуспевал во всем и был бодрым, добром, здраве, и то, что духом ты здоров, мне уже известно, смотрите, то, что ты духом здоров, нет, уже, говорит, известно, следующий перевод, дорогой мой друг, молюсь, чтобы тебе во всем сопутствовал успех, и чтобы ты был в добром здравии, подобно тому, как ты преуспеваешь духовно, ты духовно преуспеваешь, увидите, да, молюсь, любимый мой, я молюсь о том, чтобы все у тебя шло успешно, и чтобы ты был здоров телом, как и духом, а с ним у тебя все обстоит успешно, вот, я думаю, это более точный перевод, то, что хотел здесь Иоанн донести, поставить диагноз, ставить диагноз, я желаю, чтобы ты во всем остальном преуспевал, но первое, что я вижу, что на основании ты духовно здоров, ты хорошо идешь, ты духовно зрелый, и вот это все то, что, а на то, пусть у тебя все будет во всем, такой же успех, но порой иногда, как говорится, мы смотрим из здоровья тела, из успеха души, и потом как бы духовно, вы понимаете о чем? Хочу подчеркнуть, правильно расставить приоритеты, если может быть кто-то из вас еще, кто меня может будет слушать еще вот онлайн, поставьте вот сегодня себя протестировать на этот момент, как у вас в отношении приоритетов, дух ваш достаточно зрелый, когда при всем вы можете сегодня иметь большие благословения на уровне души и тела, а дух ваш, дух питается, хочу сказать, что словом Божьим, откровением Божьим, царствами, тайнами и ценностями Царства Небесного, словом Божьим, откровением, тайнами Царства Небесного, дух наш, понимаете, он хочет служить Богу, душа хочет, чтобы ей служили, и в какой-то степени она как бы склонна к этому, потому что по своему устроению над ней стоит дух, и вот моя жена, сестры, вы как бы с одной стороны и законно как бы требуете или желаете, что муж, он, как говорится, муж не объелся груш, который, понимаете, да, а в большей степени вы, что, заботитесь о себе, для чем? конечно, себе, о теле, я в семье, ну, правильно, ну, видите, слава Богу, ну, хорошо, я не буду сейчас влазить в семейные отношения, потому что есть разные модели, кто-то их оправдывает, кто-то их устанавливает, как бы так, но я сейчас не об этом, о чем муж должен? о чем муж должен? Жена должна быть послушна, то есть душа должна быть послушна духу, да, и действительно, о дух он должен печься о душе, да, но он должен учить жену слушаться через себя Бога, понимаете, душу научить слушаться Бога, и очень важно, чтобы душа не перехватывала инициативу, говорит, я сейчас буду тебя учить, как слушаться Бога, понимаете, а вы не замечали в себе, когда ваша душа начинает так, как бы, руководить, заправлять всем в духовных сферах? Вы же сказали, кого это обличение не чувствует, тот мертв, что мы все живы. Слава Богу. Поэтому я говорю, слава Богу. Слава Богу. Итак, и здесь Иоанн радуется, что его ученик, его, вот, он называет своими детьми их, того же Иегаи, он считает, что вот его сын, один из сыновей духовных, что он радуется, когда дети ходят в истине. Он со всех посланий, в первом, во втором послании об этом говорит, и в третьем он говорит. Но вот я до того, как вот до служения у нас тоже в церкви по онлайн показывают, у нас прямая трансляция идет всех служений в нашей церкви, они уже закончились два часа тому назад. И я прослушал проповедь, как пастор, вот мой преемник, мой ученик, мой духовный сын, у меня их несколько пасторов, моих духовных сыновей. И мне было очень приятно его проповедь, то, что он говорит об Иисусе Христе, то, что и действительно вот он тоже вот эти духовные истины в церкви объяснял, и мне это понравилось, потому что он сам ходит в истине. Он говорил о трудном пути христианина, о том, что не все у нас всегда хорошо получается, но он всегда говорил, и тоже говорит, что Бог всегда вместе с нами. То есть он давал пищу для души, для духа и души. Душевных утешал, вбадрил, чтобы они, вот, дух их поднялся. Кто меня понимает? Те, кто духовно зрел, они взяли, чтобы на себя ответственность. Он говорил об ученичестве, что кто истинный ученик Иисуса Христа, какие он проходит пути, какие он проходит, так скажем, катаклизмы. И все это, все это в программе Бог, чтобы нас изменить, чтобы нас сделать истинными служителями. Мне это было приятно слышать. И когда действительно мы ходим и выясним, Богу это нравится, Бог любит это. И Бог больше озабочен о том, чтобы мы духовно были зрелыми и были здоровыми. Амин. И вот эти все следующие проблемы, даже которые будут на уровне души и тела, они уже будут, ну, по крайней мере, некоторые, так скажем, мы избежим некоторых проблем. и так же мы через какие-то проблемы пройдем. Когда вот это будет у нас действительно духовная зрелость в нашем духе. Амин, вы со мной, вы понимаете, о чем я говорю. Но есть, как говорится, такое вот, что мы в каких-то сферах можем быть более зрелыми, а в других менее зрелыми. Каких-то вот, как младенцы некоторые поступают по вере. И на них я уже смотрю как пастор. Уже, ну, я говорю, что я уже 25 лет как пастором служу и в церкви. Меня не поставили в церкви пастором, меня Бог миссионерам послал. Поэтому я отначально знаю все, как говорится, всю эту жизнь, как бы вот от начала люди, когда приходят в веру, потому что мы с женой когда на первую церковь в начале, вторую церковь, остальные церкви. Мы это, вот, мы вдвоем это делали. И у нашей церкви все начинались из неверующих людей, абсолютно. Сегодня, ну, многие церкви, как говорится, они быстро начнут расти, когда верующие, ну, приходят в церковь, уже верующие люди. И, конечно, может, это хорошо, когда потом они на основании их там церковь начинает расти. А мы сначала начинали. И я наблюдал очень многие, как бы, процессы, которые происходят в жизни верующих, в которых кто-то медленно рос, кто-то быстро вырастал. Но также я замечал, что кто-то, ну, в какой-то области хорошо понимает духовность, а в другой совсем, как бы, темнота. Я видел, что недостаточность. Почему такое происходит? И, ну, как бы, тоже находил, ну, вот эти рецепты, что ли, как помочь этим людям вот в этом. И я определил некоторые, знаете, даже вот моменты, Писание говорит, чтобы мы были просвещены, да, вот, просвещены. Я заметил, что есть такая духовная слепота. Есть полная духовная слепота. Когда люди не понимают духовных, это мир, люди неверующие. Они ослеплены Богом века сего, то есть, дьяволом. Они не понимают многих духовных вещей. Но верующие есть, когда, я называю, что у них может быть такой, как бы, синдром, что ли, или патология, что ли, от того, что они не здраво развивались, так скажем. Я назвал это болезнь такую духовную дальтоники. Есть физические дальтоники, знаете, да? Ну, я вот художником работал, оформителем. У меня как бы световую гамму, я хорошо понимаю, там, все эти проекции, перспективы. И для меня, допустим, зеленый цвет, это, знаете, сколько их, целый ряд такой, понимает, любой цвет, это большая гамма, моих, понимаете, потом их сочетание, там, желтым, или параллельным, там, желтым, или красным. Это физическое восприятие, понимаете. А у кого-то, ну, оно слабже, а у кого-то вообще оно право отсутствует, да? Он только черно-белый видит. И вот духовно, я думаю, что такая проблема нередко существует среди верующих. А не духовные истины, оттенки духовных истин, они их не видят, у них черно-белое может быть. Понятно на уровне души, это грех все, или что-то не сильно белое, значит, это грех. Ну, примитивно, как бы говорю. Какие-то духовные истины, они не различают. И очень важно, чтобы апостол Павел Ефинской церкви, он пишет, пишет, я молюсь, чтобы Бог, что, отец истины, просветил очень сердце вашего, чтобы вы познали, что познали? Христа больше познали, многограммность Христа. Понимаете? Это очень важно. Поэтому очень важно, что духовно кушать здоровую пищу, чтобы твой дух, он возрастал здоровым, в здравом учении пребывать. Хорошо. И вот здесь, когда апостол Иоанн пишет, значит, Гаю, о том, чтобы он, вот в этих уже сферах, тоже имел успех, во всем имел успех, он духовно был здравым человеком. И Бог желание, чтобы мы такими были. Вот я хотел, ну, навести справки по поводу Гая этого. Мало о нем информации, вообще-то в новом заветном, эти четыре раза упоминаются о Гаии, но некоторые считают, что это несколько разные люди. Но тем не менее, что свойственно, значит, вот этому Гаю больше всего не приписано, что это был человек, уверен, из язычников, из Македонии, ученик, значит, Иоанна. Это был человек, ну, достаточно успешный, богатый, какое-то даже занимал положение в обществе. Но при всем при этом, апостол Иоанн, здесь подчеркивает, что он духовно был зрелым. К чему это я говорю? К тому, что действительно, вот здесь этот человек расставил правильно приоритеты. когда к Иисусу подошел один молодой человек, это в Евангелии от Матфея, в 16 главе, он не в 16 главе, а в 19 главе, 16, давайте мы прочтем это место. Так, у меня 15 минут, до 19 я буду сегодня проповедовать. Час у меня, да? Не час, не час, а 40 минут я, наверное, да? Хорошо. Я, чтобы вас не перекормить, но самую суть вам донести для духовного утверждения. Так, Матфея, 16 главе, 16 глава, 26 стиха. 19 глава, 16 глава, 16 глава. Итак, и вот, некто, подойдя, сказал ему, учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Хороший вопрос. Он подходит к Иисусу, называя его учителем, и говорит, что мне сделать, чтобы получить ту жизнь вечную? То есть, его заинтересовало это. Некоторых не интересует жизнь вечная, а этот человек все-таки интересовался. Это был молодой человек. Далее. Он же сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог, если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус же сказал ему, не убивай, и перечисляет ему шесть заповедей. Десятисловие, знаете, да? Десять заповедей. Вас нисколько не смущает вот этот отрывок? Иисус ему говорит, соблюдаешь заповеди, почему он четыре первых не называет ему, а? Вы не задумались? Четыре первых заповеди – это отношение с Богом. Иисус говорит, соблюдай заповеди, и начинать не с первой, а с пятой. Интересно, да? Он отвечает, все это, я с детства это сделаю. Не, ну это человеческие, это отношение между людьми. Первые четыре заповеди – это отношение с Богом. А шесть остальных – это человеческие отношения между людьми. К Отцу отношение, друг к другу, и тому подобное, да? Интересно. И юноша говорит ему, да? Все это исцелил я от юности моей. Иисус говорит ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. и приходи, и следуй за мной. Во-первых, все то, что ты приобрел, как говорят, непосильным трудом, да, и честно, честно, что Иисус полюбил его. Иисус любит таких людей. Особо. Он всех любит, но, знаете, одних с ожалением, а других с восхищением, с удовольствием. И он с удовольствием, потому что он говорит, какой молодец, тебе, говорит, одно только не хватает, у тебя отношений со мной нет. Ты-то все по велению моему исполняешь, и что ты будешь движет? Душа. Что быть успешным? Это хорошо. Но не это является определяющим. Потому что, почему он говорит, раздай это все. Потому что он владеет тобой. Ты этим меряешь, что ты праведный. Ты не можешь себя признать, что гречник, ты нуждаешься во мне. Как вот это вот, я назову таких, это порядочные гречники. Как им трудно осознать, когда ты самодостаточный, это хорошо. Люди в миру настолько, ну, есть воспитанные, понимаете, вот я один такой гречников, бывших. Хотя в христианской семье родился, но я такие грехи делал, и, Господи, как вспомнить, так вздрогнул. Я себя считал, я праведный. Потому что по мере свой, как бы, я был, ну, я так считал, я справедливым был, как бы. Я за правду, как бы, стоял. Хотя сам иногда и делал какие-то вещи нехорошие, но до крайней силы доходил, но тем не менее, понимаете, ну, Бог показал, какой я на самом деле есть. Знаете, что моя природа, она грешная. Этот молодой человек, смотри, какой прекрасный человек, но он не знал Бога, он не нуждался в нем. Как много сегодня есть, так скажем, похожих молодых людей, как, то есть, похоже на этот молодой человек, успешных, и, я называю, порядочных вот таких вот. Но у них нет отношений с Богом. Но они мерят, как бы, свои отношения с Богом, ближе с Богом, тем, что они имеют, потому что они исполняют Божье что-то. Понимаете, о чем я говорю? И вот, смотрите, когда Иисус ему сказал, что тебе нужно вот это, во-первых, все продать, и кому раздать? Тещи, если она есть, детям написать завещание, да, близким, родным. А раздай тем, которые вот, что, это как бы раз ему, первый только ударщик в сердечко, второе, продай все, говорит, Игорь, что, приходи. Знаете, вот, есть момент, когда Иисус к нам приходит, Бог приходит, а надо же, если, когда мы должны к Ему прийти. Понимаете? А что значит прийти к Нему? Прийти, чтобы узнать волю Его. Ищите Бога и воли Его. Ищите, прежде, Царствие Божие и правды Его. Остальное все приложится. Здесь смысл, прийди, ты должен иметь желание. Для чего прийти? Чтобы следовать за мной, получить от меня указания, делать, как я скажу. Стань на путь ученичества. Амин. Хорошо. И вот мы видим, что этот молодой человек опечалился и ушел в сторону. Отошел, да, опечался. Конечно же, другое место, я когда прочитал Писание, когда от Марка и от Луки там несколько разворачивается еще именно информация интересная. Во-первых, там написано, что когда ученики услышали, то они ужаснулись. Понимаете? Душа сразу ужаснулась. Даже ученики ужаснулись, да? Ужаснулись. Ничего себе. Вот это заявки тебе, Иисус. Мы-то думали, все хорошо, сразу на престол. Ты правую-падлевую руку нас посадишь, все будет у нас хорошо. Потому что, во-первых, они тоже были, по крайней мере, самодостаточные, так скажем. Что-то имели. Они поняли, что и от них когда-то, возможно, это потребуется. Потому что Иисус даже сказал, кто не берет креста свой и следует за мной, тот не достоин меня, да? Но это все в свое время должно, конечно, произойти у человека откровение, понятно. Мы должны так понимать, Бог, он тебя не будет шокировать так сразу, как говорится, все, оставь и говорится. Нет, он тебе будет давать понимание. Тем не менее, также в другом месте даже написано, что, кстати, что хотел себе подчеркнуть интересное, что так, это одно счет, один из элементов в Луки, в Луки 18 главе, описывается, да, и следуй за мной, вот этот момент, во всех, они, евангелисты записали это. И одни, значит, записали, что войти в Царствие Божие, а у других написано в Царствие Небесное. Это отдельная тема глубокого исследования. Я здесь тоже нахожу несколько, некоторые моменты, которые соответствуют, что Царствие Божие и Царствие Небесное. Но это отдельно, наверное, я как-нибудь, может, поделюсь с вами. Но это очень интересно, очень интересно. Но, тем не менее, следовать за Иисусом. Иисус говорит, следуй за мной. Когда в 92-м году я свою жизнь хотел закончить самоубийством, потому что так дошел до того, что все на меня рухнуло, и я просто хотел уйти из жизни, и ко мне пришел Иисус сверхъестественным образом. Вот. Это как бы такое исключение иногда Бог делает таким бараном, как я. Таким глупым, таким противным, таким вот, знаете, вот. Поэтому это, когда я делюсь этим, вот, ну, этим свидетельством, того, что я там какой-то, какой-то мой Бог, я какой-то особенный. Наоборот, я считаю, что настолько Бог милостив ко мне, что Он удостоился сверхъестественным взводом прийти ко мне. Я знаю, что это выходит из рамок так очевидно вероятного, потому что в это трудно поверить. Но это реальные вещи, которые некоторые могут люди переживать. Но это нисколько их не преувеличивает, не дает им больше достоинств перед другими. Это я, как тот, который имеет это свидетельство, потому что это вся слава Иисусу. Но именно по той причине, что я уже, как говорится, вот, это милость Божия. Ну, когда Иисус пришел ко мне, Он стоял сзади меня. Я физически Его не видел. Я не обернулся назад. И, может быть, я даже обернулся, может быть, я Его не увидел. Но Его явное присутствие я никогда не могу отрицать, потому что я несколько раз в своей жизни имел такое, как бы, переживание духовное, явное соприкосновение с Богом. Именно Его проявление в такой, в буквальном смысле, присутствие. И когда Он стоял за спиной у меня, а я лежал на диване, обдумывал свою, как мне уйти из жизни, каким образом, так, чтобы, понимая, что самоубийство – это грех, но вот какие-то мысли там были такие. Ну, и вот, когда мне Господь, Он говорит, прости их всех, Он так это пронзительно сказал в мое сердце. Я это слышал вот так вот в атмосфере, так скажем, вот так вокруг себя, это и в сердце вот такое. я сказал, я не могу это сделать, ну, как бы я еще противился, потом говорю, хорошо, я прощаю всех их, кто мне сделал там зло. Но Он мне что интересно сказал, ты должен любить меня и следуй за мной. Это прямая речь Иисуса Христа, которая была у меня лично обращена не через Евангелие, а буквально в смысле. И на тот момент для меня это было не совсем понятно. Понимаете, во-первых, любить Его, Он так это сказал мне, ты должен любить меня. Так только может сказать Бог. Только такой, как бы, повелительной, непринудительной форме. Понимаете, есть повелительная, есть повелительная, непринудительная, когда принуждает тебя там, ты должен, ты должен, ты сказал, должен ты. Но Он повелительной такой формы сказал, как Господь. Поэтому я благодарен Богу, мне это открыть, что я с Ним встретился с Господом. Не просто как человеком, Иисус, Он человек, стопроцентно, Он и Бог. Амин. И вот этот призыв, очень важно его откликнуться. Амин. И может быть, вы этот слышали же момент в своей жизни. Может, вы его слышите. что мы должны следовать за Иисусом. А душа говорит, нет, Господь, ты следуй за мной. Но когда наш дух, он соединяется с Господом, понимаете, чтобы Он говорил. И когда вот твой дух говорит, это просто что-то тоже такое, ну, уникальное. Когда ты сам слышишь, когда твой дух говорит. У меня вот это был случай, это было ровно, так скажем, 20 лет, уже 21 год спустя. В 2003 году, когда я учился уже на бакалатуре, академии, как на сессию приехал, и ночью меня Господь разбудил, и я слышал голос Божий. Он говорил мне, вот так вот я, такое состояние, когда голос громогласный, вот такое, все вокруг тебя, бездна вверху, бездна внизу, туда бездна, душа трепещет, и голос Божий. И Бог говорит. Бог говорит. И знаете, состояние, это действительно шестая палата. Ну, кто меня будет слушать, скажет, что это человек, крыша едет. Но это правда. Это истина. Так оно и было. И когда, я не буду все говорить то, что Бог мне сказал, это лично, но я к всему это говорю, то, что когда я слышал, когда мой дух говорил, без согласия души, Богу. И моя душа слышала это, знаете, это буквально мой голос говорит, Бог говорит мне. Он меня называет Саша, Саша сын мой. Но это голос такой очень величественный. Ну, когда Иисус описывается в этих травеньях потоки вод, да, водопадов, да, Иоанн так же стоял сзади спины и слышал голос, там, да, вот. И когда он говорил, то моя душа, моё тело трепетало вот так вот. Я лежал, и живой. Ну, это такой, знаете, это божественно, это страх, когда, есть демонический страх, я переживал такой демонический страх, когда там у тебя страх, да, это, а когда Божий страх, знаете, просто ты чувствуешь это величие Божие, его трудно передать это состояние. Но то, что когда Господь мне сказал, ты это сделаешь, знаете, и мой дух говорит, сделаю, Господи. И тоже так твёрдо, я даже удивился своему голосу, у меня же это мягкий голос, такой твёрдый, и это во мне говорит, я-то в уме, ведь я в сознании, ведь лежу, я ведь и не сплю, ведь я ведь, и мой, внутри меня голос говорит, мой, мой, мой говорит дух, если нужно даже для этого умереть, я готов умереть. Не готов умереть, я умру, мы умрём. Вот такое. И моя душа, то есть я опять же, и опять же я, моя душа говорит, ничего себе, за меня. Я говорю, это шестая палата, кто слушает, может быть, но это правда. И это, опять же, что это, ну, такой момент, его трудно объяснить. Я не отрекусь от этого никогда, потому что со мной это было. Это не вплоть моей фантазии. Не того, чтобы как бы это вот, такое же, мне придёт какую-то особенность, наоборот, это я говорю, что настолько Бог ко мне милости в какой-то, вот я не знаю. Но, тем не менее, просто я к чему говорю, что когда дух говорит, а душа не согласна, потому что кому умирать-то? Физически-то? Телу. А душа и тело связаны. Хорошо. У меня время уже подошло к концу. Я хотел вам много всего здесь объяснить, но, тем не менее, я думаю, что вот этого достаточно. Для чего? Чтобы возбудить вас, ревность, дорогие мои. Чтобы вы, во-первых, знали, что вы дети Божьи, что вы созданы по образу подобию Божьему, ваш дух. Потому что послание к Ефесиным, в 4 главе, когда апостол Павел говорит, что оставьте прежний образ жизни ветхого человека и облекитесь в нового человека, то есть дух, который создан по образу Божьему. Это наша часть, наши сущности, в том числе и душа. Это наследие от наших родителей. От Адама, ветхого, а новый наш внутренний человек, от Господа, который с неба. 15 глава, 1 послания к Арифинам, 47 стих, написано. Господь, второй Адам, с неба, Господь. И скажите, какие были перстные, такие были перстные. Каков перстный, а как история небесная, такие небесные. То есть, наш внутренний человек, он создан по образу и подобию Божьему. Вы со мной еще? Ваша душа не устала? Слушать это. Потому что немало я говорю сегодня. Сегодня для духа пища. Но я думаю, что это вас утешит, укрепит. Хорошо. И я думаю, что вот эта полнота преуспевания должно в нас быть. Это слава Богу. Но преимуществе должен дух быть. Аллилуйя. Будьте благословенны. Пусть Господь нас всех благословит. Вся Ему слава. Только Иисусу. Только Иисусу. Я ничто. Но Господь во мне и в тебе. Вот Он, Он нам дает достоинство. Мы в Иисусе Христе. Дети Божьи. Амин. И Бог нас любит. Чтобы вот эта полная дух, душа и тело были в гармонии, совершенстве. Аллилуйя. И служило это все для славы Божьей. Вся слава Иисусу. Скажи Иисусу. Иисус, Ты во мне. Я в Тебе. Амин. Хорошо. Будьте благословенны. Будьте благословенны.